Всем привет, друзья! С вами Джама. Сегодня я решила снять для вас видео, которое я не успела снять перед поездкой в Нью-Йорк. И вообще хотела сделать такой специальный холл-видео или там покупки онлайн, всякое такое. Вот что я купила. Эх, я не успела. И я знаю, многим понравился мой свитер. Так вот, я хотела показать, откуда что я купила. Специальное видео для вас. Вот. Давайте проступим. Так, по идее, я для Нью-Йорка тщательно готовилась, потому что я не хотела весь квартиру свой брать. Я хотела один лук, второй лук, третий лук. Ну, что, какой день, что я одену. И примерно так искала я, получается, одежду. Не прям, о, у меня кофточка у нас, это кофточка, кофточка. Я хотела так, чтобы у меня лук подходил друг к другу, к одежде, к обуви. Ну, в общем, как бы создавала лук. И вот я в первую очередь заказала, так как у нас здесь Зара нету, я заказала через Зара две вещи. Получается, я летом полностью была в полосатом, отвечаю. Я не знаю, полосатая тянет меня. Вот, эта кофточка, мне нравится вот именно, что она такая, как бы boyfriend-style, можно сказать. И что они такие большие полосочки, и мой любимый бирюзовый цвет, голубой цвет, да? Бирюзовый, голубой, голубой, наверное. Вот, мне очень понравилось то, что я всегда хотела такой boyfriend-style рубашку. Такая, значит, можно одеться с короткими шортами, и в то же время, ну, не знаю, мне всегда нравились такие полосатые. И вот, а еще в Заре я взяла джинсы, тоже наподобие boyfriend, но я хотела наподобие клюш. Помните? Я помню, клюш я одевала, наверное, в третьем, четвертом классе, клюш был в моде. О май гад, я помню, даже двухсторонние клюши были в моде. Вот, сейчас, мне кажется, клюш возвращается. Я в Заре увидела этот клюш джинсы, и решила приобрести. Во-первых, почему? Рваные. Я люблю рваные. Вот. Из-за рваных это раз. Второе, из-за того, что она клюш. И третье, из-за того, что она на повышке. Получается, не знаю, в последнее время я люблю на завышенных, ну, как бы, как говорится, на повышке и на завышке. В общем, такие джинсы. И она, не знаю, мне очень-очень нравится, что она такая, свет красивый, и качество, у Зары качество всегда самое лучшее. Вот, решила приобрести, не знаю, мне очень-очень нравится. Вот. А, я не успела это одеть в Нью-Йорке, потому что я отдала ее, чтобы ее укоротили, а перед Нью-Йорком не успела забрать. Вот. В Нью-Йорк уехала я без этих джинсов. Так, следующее приобретение, конечно же, мои любимые свитера, которые, мне кажется, многим понравились. Я их приобрела через nastygal.com. Nastygal это очень, не знаю, мне нравится вся стиль, как бы, стиль одежды, там, красивые сексуальные платья для клуба или просто, как бы, для всякого этого. Вот, это кофточка, которая мне всем понравилась, я знаю, мне тоже очень нравится. Я взяла вот этот XS, хоть, как говорится, XS, extra small, оно для меня чуть-чуть большой, знаете, далеко не extra small, чуть-чуть большеватый. Но он сексуальный. Его можно надеть с короткими шортами, хоть с чем, и с джинсами особенно классно, но с короткими шортами все-таки намного круче. Да, оно подходит с яркими, если одеть, мне кажется, с черными, с черными брюками тоже ничего. Но обязательно я знаю, что нужно надеть с ним, либо туфельки красивые, чтобы сексуально смотреться. А если хочешь более casual style, можно просто кед одеть. Вот я взяла это от Nasty Girl. Кроме этого, я точно такое же купила платье. Вы, наверное, скажете, что я Джаван Туро купила два одинаковых. Но я не знаю, мне понравилось. Тем более, они были, платье было в скидках, получается. И я подумала, почему бы нет в скидках. Я люблю распродажи. И вот, это точно такое же, только на платье. Получается, ее можно надеть сапогами, как бы с такими красивыми, не знаю, я их называю, гольфами. Вот, можно их одеть. Она тоже такое же красиво смотрится. И как платье она тоже сексуально смотрится, не знаю, мне не нравится. Вот. А еще следующая покупка, которую я приобрела, наверное, наш... Если вы знаете, есть такой бренд Paxan. И Paxan сотрудничает с девочками Kendall and Kylie Jenner. У них есть своя линия одежды. И вот, я у них купила две вещи. В принципе, у меня много вещей от Paxan. Но именно от линии Kendall and Kylie Jenner. Здесь можно даже увидеть Kendall and Kylie. Я взяла вот эту кофточку. Она мне понравилась, что она такая винтажная. Во-первых, я хотела вначале такой V-Line, но я не нашла V-Line, только такой был. Но она классно смотрится, как бы с другими вещами. Вот, я их вначале взяла. Кроме этого, я у них еще, ну, чуть давненький, чем этот, купила. Но тоже от Kylie and Kendall Jenner. Такая крестьяночка. Крестьяночка я раньше называла их. Вот, тоже красивая. Она, получается, здесь открытая. Вот, тоже можно вот так одеть. Следующая это Charlotte Rose. Вот, Charlotte Rose, если честно, мне не особо нравится. Но мне нравится иногда, я захожу, бывает иногда только необычные вещи. И это был один из тех дней, где я нашла необычное. Вот, это как бы, я думаю, что это купальник. Это просто называется Body Suit. И мне понравилось то, что она вот здесь как бы вилла-ви. И здесь тоже красивая. Мне нравится, когда открытое плечо. Не знаю, мне нравится, когда у меня плечо открытое. И вот. Можно, наверное, из-за того, что у меня широкие плечи, что ли. Мне нравится, когда открытое плечо. Вот, мне понравилось вообще то, что это плечо и то, что она вилла-ви. И, конечно, то, что она такое. Например, оденешь что-то на завышке, оно вот закроет и будет красиво смотреться. И здесь есть кнопочки, не беспокойтесь. Можно идти и в полет. И, конечно, то, что она полосатая. Я же говорю, я этим летом, я просто какая-то маньячка за полосатыми бегаю. Я все люблю полосатые. Так, следующую от Charlotte Russe я взяла вот эти штаны. Во-первых, в последнее время, как вы знаете, что-то такое широкие штаны, как клоутс. Клоты, да, называют? Клоты сейчас в моде. Вот, я попробовала клот одеть, если честно. Клоты что-то меня укорачивают ногами. У меня и так ноги короткие. Вот, у меня клоты где-то лежат. И я решила что-то такое подлиннее, но наподобие клотов взять. И я решила взять вот это. И как раз, как бы, подошло бы к луку от Kendall Jenner. Как бы вот так. Я примерно представляла такой лук. И специально для этой кофточки я взяла это. Это, получается, тоже высший бедер. Высший бедер на повышенных бедрах, да? На повышенных бедрах. Вот, она тоже такая широкая. Мне очень понравилась. Правда, она очень длинная. Мне нужно ее вообще-то укоротить еще. Вот, мне его, не знаю, очень-очень понравилось. Еще от Charlotte Rus' я взяла вот такие вот шорты. Это тоже на завышенных бедрах. Повышенных, завышенных, завышенных бедрах. Я взяла вот это. Вот. Мне нравится этот стиль, как Ariana Grande. Не знаю, мне нравится так одеваться. Это тоже, конечно, подходит с вот этими. Это классно идти танцевать или в клуб. Да. Ну, есть так и так можно одеваться. Вот, это тоже на завышенных. И одеть вот это тоже прикольно смотрит, Зоя. Но я люблю с этим надевать что-то широкое сверху. И одеть вот это, оно будет прикольно смотреться. Если что-то широкое одеть. Да. Вот. И говоря о тех вещах, которые я давно покупала, но, можно сказать, оно большую роль сыграло в моих, как бы, в моих луках с поездки в Нью-Йорк, которое мне очень помогло. Это, конечно же, мои любимые джинсы, которые я купила очень давно. Джинсовые шорты. Это вот эти. Это у меня от Mono B. Если честно, я не помню. Я в Сан-Франциско купила эти шорты. И я не помню. Это такой калифорнийский бренд. Mono B. Не знаю, может, люди из Калифорнии знают этот бренд. Но я не знаю. Но мне это понравилось, я сразу купила. Она большую роль сыграла меня одеть это с моим любимым свитером, который мне понравилось. С вот этим. Вот. Мне очень-очень понравилось их одевать вместе. Круто смотрится. Ах, да. Эта кофточка тоже из моих любимых, которые не успела одеть в Нью-Йорке. Вот эта кофточка. Эта кофточка тоже от Taksan. Taksan, только не от Кеннер. Переходим к обуви, которые я одевала в Нью-Йорке. И одна из новых, можно сказать. Give me a second. Подождите, я поправлю, чтобы было красиво представлять, окей? Подождите, подождите. Подождите. Это суперудобные босоножечки от Стив Мэйден. Стив Мэйден. Мне нравится. Обычно Стив Мэйден считается крутым здесь, в Америке. Но, если честно, мне их не капу... Как бы, можно сказать... Туфли или даже что-то с каблуками всегда мучили ноги. Даже Алина мне говорила, я их ненавижу, Стив Мэйден, потому что ноги мучают. Вот. Но из-за того, что я увидела у этой босоножки и один раз попробовала надеть, мои ноги сказали, yes! Суперудобные. Не знаю, почему, наверное, здесь очень мягкое. Оно прям, знаешь, как будто бы ногу твою обнимает, и ты идешь, знаешь. А здесь как бы очень легкое. Как будто бы, не знаю, как будто реально босоногая ходишь. Не зря они называются босоножечки. Или не называются босоножечки. Сандалии, да? Сандалии, не босоножки. Точно. Короче, сандалии либо босоножки. Вот, Стив Мэйден, который я прибыла, который мне очень нравится. Оно вот такое. Не знаю, красивое. Очень удобное. Качество хорошее. Вот. У меня уже конверсы были, но они уже давно уже старые и грязные. Я хотела что-то новое. Я пошла, взяла, как раз это была неделя, как говорится, перед школой, типа, без таксов. И я решила взять, такая, без таксов, вот эту от All Star Converse. Она получается специально такими дырочками. Не обращайся внимания, я, получается, один раз одевала уже. Вот. All Star. Я подумала, мне все равно, как бы, что-то такое белое и такой коротким вот здесь все равно нужно. Хоть с чем одеть. Тезис-шортами хоть куда оденешь, раз одела и пошла. Как бы, кабулки не всегда будешь одевать. И подумала, мне нужно что-то такое. Тем более, особенно, если я лечу, в аэропорту нужно, знаете, что-то такое одевать. Шлюпку оденешь, либо же босоножки оденешь, станет холодно. Вот. Решила вот это взять как раз. Типа, для самолета офигенная вещь. Вот так вот, ребята. Окей, ребята, вот на этом все. Надеюсь, я ничего не забыла. Бывает так, что раз уж один раз одела, то уже забыла то, что она новая. Вот. Надеюсь, я ничего не забыла. То, что я вспомнила, я вам показала. Я сказала, где я взяла. Вот. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам понравилось, обязательно скомментируйте. И напишите, какой лук больше вам понравился, какая вещь больше всего понравилась. И мне будет очень приятно услышать от вас комментарии. Вот. Отзыв, как можно сказать. Так что увидимся на следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok